На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Гомель принимает предварительный этап Республиканских Олимпийских дней молодежи по волейболу. Спортивные баталии проходят в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Участвуют волейболисты 2004-2005 годов рождения. Всего семь команд это сборные областей и города Минска. Это наш регион представляют воспитанники Гомельской из Душор-Энергии и Жлобинского центра Олимпийского резерва. На протяжении пяти дней участники проведут однокруговой турнир, по итогам которого определятся группы команд, которые поведут борьбу за места с первого по четвертое и с пятого по седьмое. Родненская область пока в лидерах, но еще завтра день соревнований, еще два дня предварительного этапа позже. Так что все может еще измениться. Решающие поединки Олимпийских дней молодежи пройдут в мае в Минске. В спортивном клубе Гомельмаш в областном центре проходят одновременно два турнира по тяжелой атлетике. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ и открытое соревнование памяти Эдуарда Гуриновича. Оба старта собрали более 250 спортсменов. Награды спартакиады детско-юношеских спортивных школ оспаривают атлеты в возрасте 15 лет и моложе. В заявке команды 13 учреждений победитель общего зачета отправится на республиканскую спартакиаду, которая пройдет с 9 по 14 марта в Пинске. За медали мемориала Гуриновича борются атлеты постарше, 17 лет и моложе. Состязание проходит в 24 раз. Традиционно они носят статус международных, но в этом году из-за пандемии география ограничена лишь белорусскими регионами. На помост выходят представители Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. В апреле спортсменам в этой возрастной категории предстоят Республиканские Олимпийские дни молодежи. Турнир памяти Гуриновича – один из этапов подготовки. Это как бы такой контрольный старт к апрелю месяцу, чтобы люди прочувствовали свои силы, ну, стартовали и показывали результат на помосте соревновательных. Завершатся оба турнира 14 февраля. В Гомеле прошло открытое первенство областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта по фехтованию. В двух возрастных категориях соревновались 28 спортсменов. У фехтовальщиков в возрасте 12 лет и моложе победили Стефания Короткевич и Арсений Родин. В старшей группе сильнейшими стали Мария Мазурова и Арсений Богданович. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok